Республиканский экофестиваль «Вместе ярче» в Петропавловске. Его участники уже побывали в восьми регионах страны. Какие предложения по улучшению экологии нашего региона они высказали, знает Эйгири Мукашева. Свыше 50 тысяч тонн. Столько твердых бытовых отходов вывозят из областного центра ежегодно. По экологии это серьезный удар. Попытки как-то его смягчить предпринимаются. Идет работа по раздельному сбору, сортировке и переработке мусора. Пример приводит ТО «Радуга», где отходы пластика идут в производство продукции. Еще одна экологическая проблема – стихийные свалки. Съемки со спутников в радиусе 50 километров от областного центра показали больше 600 несанкционированных свалок. 80 из них в Петропавловске, половину уже ликвидировали. В городе около 400 промышленных предприятий, но атмосферу больше загрязняют объекты ЖКХ. В нашей области, если касательно выбросов, у нас порядка 160 тысяч тонн. Из них самый основной загрязнитель – это у нас «Севказ Энерго». Хотя у нас плановые показатели 140 тысяч. У нас есть лимит, но мы, я думаю, что его превышать не будем. То же самое касается и размещения отходов, сбросов. То есть у нас есть лимиты, мы их не превышаем. Ситуацию можно улучшить, говорят столичные специалисты. Ну, к примеру, понятно, что жилищный фонд, чтобы сократить его влияние, необходимо предпринять меры по термомодернизации зданий. Это утепление, установка умного отопления, перевод, может быть, части каких-то мощностей на возобновляемые источники энергии. В результате выполнения этих мероприятий можно будет получить эффект в виде сокращения парниковых газов на 15-20%. Здесь нужны свежие и креативные идеи. Североказахстанцы, к слову, в этом вопросе – лидеры по стране. В программе развития ООН на рассмотрении свыше 50 проектов. 16 из них уже одобрили. В их числе 6 североказахстанских. «Зеленая экономика» – современный тренд в развитии городов и регионов. Ставку здесь делают на подрастающее поколение. Планируют интегрировать экологическое образование в учебный процесс. Объявим о начале нового конкурса, который называется «Эко-челлендж», «Эко-вызов», где школа Петропавловска, все организации образования войдут и будут соревноваться с городами Астана, Костана и Караганда. Это четыре пилотные территории по продвижению системного экологического образования. Петропавловск – девятый город на пути этого масштабного экофестиваля. Всего делегация в составе шести специалистов посетит 12 регионов страны. Айгири Мукашева, Дельноржанов, Новости МТРК.